Нет, ну без сам издата мы бы просто одичали. Раньше сам издат был в основном перепечатки поэтов Серебряного века, произведения литераторов начала 20 века, которые не печатались или были малодоступны. Но постепенно создавалась новая литература, уже которая традиции сам издата использовала. Что вы делаете? Делаете? Что вы делаете? Все наладится, образуется, так что незачем зря тревожиться. Все безумные образумятся, все итоги непременно подытожатся. Были громы, глад, были бедствия. Будут тишь да гладь благоденствия. Ах, благоденствия! Все наладится, образуется, виноватые станут судьями. Что забудется, то забудется, сказки сказками, будни-буднями. Популярный анекдот 70-х, 80-х годов. Марья Ивановна, зачем вы перепечатываете на машинке «Войну и мир»? Да моему внуку по программе надо, но он ничего, кроме сам издата, не читает. Слово «сам издат» не переводится на другие языки и известно во всем мире наряду с водкой, гулагом, перестройкой, гласностью и балалайкой. Слово это является продуктом остроумия поэта Николая Глазкова. Первоначально оно имело несколько иную форму. Не печатавшийся в официальных изданиях поэт на первом листе своих машинописных сборников обозначал «сам себя издат». Получало весело, выглядело шутливо. Но лишившись со временем частицы «себя», сам издат стал обозначать в целом жизнь в нашей стране слова, недопущенного цензуры к печати и идущего к читателю окольным путем. Все началось с поэзии. В 50-е годы поколение, которое помнило серебряный век русской литературы, было еще достаточно многочисленным. Вклад этого поколения в культуру «сам издата» огромен. Оно возвращало в обращение непубликуемые больше поэтические тексты. Среди поэтов, чьи стихи перепечатывали и сшивали в самопальные сборники, лидировали Николай Гумилев и даже Сергей Есенин. Гумилева я собирал, покупая по сборникам, по одному сборнику. Но эти сборники стоили не так уж дешево, от 20 до, наверное, 100 рублей самые дорогие. Я покупал по одному сборнику, печатал, потом сборник сдавал назад в магазин. Потом, когда все известные мне сборники уже были воедино собраны, то я напечатал однотонное полное собрание. Обычно самоиздат делали только с одной стороны, а тут у меня книжечка такая с двух сторон, сшитая. 36 экземплеров, наверное, был тираж. Первые отпечатанные на машинке листочки я очень хорошо помню, где увидела, потому что это меня впечатлило. Это было в доме у Надежды Давыдовны Вольпин, матери Александра Вольпина. И кто-то меня вызывает в другую комнату, где никого нет, маленькая комната, и достает из ящика письменного стола и говорит, вот посмотри, интересно. Знаете, что это было? Это была поэма Наума Коржавина «Танька». Я прочла эту поэму «Взахлеб». Там такие были строки. «Зло во имя добра. Кто придумал нелепость такую? Если зло поощрять, даже в самой... Что-то не помню. Если зло поощрять, то оно на земле торжествует. Не во имя чего-то, а просто само по себе». Важный момент в становлении самоиздата появление переводных текстов, которые заведомо не могли быть напечатаны в советских изданиях. Ну, пограничный случай – это по кому звонит колокол Хемингуэя, который перевод Голышева делался для... по заказу издательства «Иностранная литература». Но дело затягивалось. Значит, публикация по разным политико-идеологическим соображениям откладывалась и откладывалась. И перевод начал гулять в самоиздате. Ну, очень престижной считалась публикация в каком-нибудь иммигрантском журнале. Особенно в «Континенте» или в «Вестнике РХД». Если кто-то там печатался, был счастлив угодно. Печататься в Неве, в «Звезде» – это неинтересно. А вот «Вестник РХД» – это совсем другое дело. Ну, способов было много. Да нет, об этом мы не задумывались. Ты же пишешь стихи, какие вот ты способен написать, как ты чувствуешь реальность, действительность, жизнь и поэзию. В середине 50-х годов меняется климат в стране. Смерть Сталина, массовое возвращение заключенных из лагерей, речь Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС перевернули духовный строй в государстве. Мы жили в каком-то выдуманном мире, который нам пропагандой навязывался. Но мы уже понимали, что этот мир выдуманный. А тут людей как прорвало – общаться. Ну, у меня была такая университетская подруга Наташа Содомская, она близко от меня жила, и она в Смоленске, она в Погодинке. У нее часто собирались в комнате коммунальной квартиры, у нее соседи в восторг не приходили, но тем не менее. Вот в этой компании вдруг, ой, слушайте, сегодня придет такой интересный человек, он такое расскажет. И вот, значит, приходил этот интересный человек, и все слушали. Например, он рассказывал, что там несколько лет назад в МГУ, оказывается, была забастовка по случаю того, что очень плохо кормят студенческой столовой. И вот он рассказывает, как там собрался комитет, устроили пикет не пускать никого в столовую, чтобы, значит, бойкотировать ее. И все, когда узнавали, что вот бойкот, все с удовольствием поворачивали правильно, это столовая. Только китайцы сказали, что забастовок при социализме быть не должно. Китайцы, которые учились в университете, они пошли в столовую, поели. Возможность относительно свободно обмениваться мнениями объединила людей и в более крупные сообщества, чем кружок знакомых. Из глубин исторической памяти всплыло полузабытое слово «дискуссия». На филологическом факультете Ленинградского университета появился дискуссионный клуб. Ну, был у нас такой поэт, он такой хмурый был человек, и выступая, говорил, ну что мы тут будем разговаривать, все же всем уже ясно, подгнилось что-то в нашем государстве, но ничего, поправит небеса, взял Шекспира, процитировал. Шум, конечно, в зале, переполох такой. Это был не зал, собственно, это была аудитория, 12-й, как подниметесь на второй этаж филфайка, слева сразу от лестницы. Если можно по-другому мыслить, значит, можно по-другому и писать. По-другому писать можно было в студенческих стенгазетах. Пространство Ватмана стало территорией относительно свободного творчества. В истории или предыстории сам издата вспоминают знаменитые стенгазеты вузов. Ленинградский технологический институт имени Ленсовета прославила газета «Культура». Среди ее редакторов были знаменитые ныне поэты, ученики Анны Ахматовой, Евгению Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и театральный драматург Юрий Дмитриев. Статьи студентов-химиков были посвящены творчеству Сезанна, бельгийскому фильму «Чайки умирают в гавани» поэту-ровеснику Уфлинду. Газету, впрочем, первоначально похвалили и даже наградили ее авторов грамотой. Но грянули венгерские события, и в стране на все стали смотреть по-иному. «Комсомольская правда» поместила разгромную статью, что отстаивают товарищи из технологического. Если я припомню, что мы писали в газете, ну, посвальню с этими 20-ю годами, которые мы сейчас прожили, это был абсолютный детский лепет. Это ни про какую антисоветскую деятельность там вообще нельзя было даже подумать. Но это было не то, что пишут в государственных изданиях. Ну, не то. Значит, фактически это был бесцензурный орган. Как это получилось, я даже не знаю. Я даже сейчас не уверен, так ли уж бесцензурный, потому что я помню, что мою статью про съезд композиторов, меня вызвал какой-то человек лицом великого инквизитора из Порткома. Я перед ним стоял, и он читал мою статью, не найдя в ней никаких неправильностей. Понимаете, партийный деятель химико-технического института читает статью о съезде композиторов. Это далекая от него тема. Но читает он так ее. Творчество композиторов, читает он вслух, композиторов Шостаковича, Прокофьева, Маяковского, и дальше идет. Это Мисковский так у него звучало. У него привычнее было название. Ну вот, значит, почему вы не говорите о советских фильмах, о бельгийских фильмах? Первое. Второе. Что такое хороший Уфлин? Вы что, не могли другого поэта для разбора его творчества найти? Это кто вообще такой этот Уфлин? Ну что, член Совета обязательства нет. Ну-то о чем вообще тогда говорить? Вы проповедуете студентам свои идейки, протаскиваете. Идейки какие? Не ясно это. Ну, не такие, какие им нужно нам. И вот выясняется, что... Ну, кто мы такие вообще? Ну, госсекретарь Соединенных Штатов. Господин Даллес в Турции. Ну, почему в Турции? Ну, вот он был в Турции. В какой-то своем докладе или каком-то выступлении сказал, что в советском судье наше разображение, что бунтует студенчество, в частности, в технологическом институте, и нашей фамилии произнесены его священными устами. Другая дерзкая газета висела на филологическом факультете Ленинградского университета и называлась, соответственно, филолог. О, это было произведение. Значит, у нас там от лестницы, которая ведет на второй этаж, и до поворота, там у поворота еще, правда, капитал. Это аудитория была. Это примерно метров 6-7, наверное, может, даже больше, была стена такая. И эта стена, как правило, заполнялась филологом. Это, если говорить об атманах, это 5-6 листов вместе склеенных. И эту газету довольно часто снимали со стенки, потому что она вела себя легкомысленно, больно, неправильные, так сказать, стихи, неправильные мысли в прозе и так далее. Продолжением стен газеты были первые альманахи, робкие предки самоздатовских журналов 70-х. Право первородства могут оспаривать журналы Ересь, библиотечного института, Литфронт Литфака, Педагогического института имени Герцена и «Голубой бутон» Ленинградского университета. Герценовцы выступали воинственно. Они провозгласили смерть основополагающего идеологического принципа советской литературы – социалистического реализма. Манифестом свободы творчества открывался и университетский «Голубой бутон». Мы будем бороться с серостью в форме и с пошлостью в содержании. Вот единственное ограничение для творчества. Мы знаем слова Александра Блока. Только о великом стоит думать. Кто-то в фортбюро под дверь подсунул этот головой бутон и больше ничего. Дальше начался шум. Начались, так сказать, бегания всякие, выяснения отношений. И пришло это обсуждение к тому, видимо, в фортбюро, что надо это обсудить на общественности. Ну, резонанс – это действительно скандально. Вообще, личное поведение вообще вызывало шум. Личное поведение. Само по себе личное. Сам себе я давно не нов. Почему мне так удивляются многие? Например, я бы охотно ходил без штанов. У меня же красивые ноги. Аскольд Богданов. Из журнала «Голубой бутон». Ну, я довольно случайно оказался в фортбюро. А в это время заходит такой представительный мужчина. Впервые я увидел, я его не замечал, только в коридоре увидел от Богданова Аскольда. Началась конфликта с их беседой, потому что Богданов вдруг резко воспротивился, как он с ним начал разговаривать. И тот должен был того же, чтобы все-таки провести беседу, должен был уступать ему и успокаивать. Да нет, вы подожди, посидите. Нет, ну, давайте поговорим. Скажите, пожалуйста, почему вы такие пишете, такие стихи? Такие они у вас упадочные. То есть упаднические, вы хотите сказать? Ну да, упаднические. Почему? Потому что я пишу стихи, когда у меня такое настроение. Ну, а почему у вас такое плохое настроение? Потому что, когда у меня хорошее настроение, я стихи не пишу. А вот когда я пишу, мне становится лучше. Но наш читатель ожидает от поэтов созидательной поэзии, оптимистической и так далее. Так пишите. И есть еще одно, конечно, страшно важное событие 50-х годов, колоссально важное. Вы знаете, когда-то, лет 15 назад, мы проводили такую международную большую научную конференцию по истории диссидентства. И выступала на этой конференции матушка моя, Лариса Исна Богораз. Вот она выступала, а ее потом спрашивают. Ну, что она там говорила? А потом ее спрашивают. А говорят, а вот скажите, пожалуйста, вот генезис диссидентства, как, чем был обусловлен? Власти действовали так-то и так-то, и в ответ возникло диссидентство или возникло диссидентство, и власти... Кто первый начал, грубо говоря, драку? Матушка моя, значит, на секунду все задумалась. Нет, говорит, все-таки первым был Булат. Да, конечно, Булат Шаловича Куджава и пошедшая от него совершенно новая и огромная культура авторской песни. Вот что, может быть, даже в гораздо большей степени, чем машинописный самоздат выражает идею независимой культуры. А вот интересно, что из моих друзей в то время в союз никто и не стремился из пишущих. То есть, как бы, для них это считалось, что, ну, это совсем другие игры, это не наши совершенно, это нам не свойственно просто. И все, поэтому, как бы, жили вот так. А я и до сих пор не стремлюсь. Да, ну. Ну, и выставки же квартирные были. Да, да, да. В общем, некоторые очень скандальные. С отключением электричества. Ну, вот я помню, как раз на Бронинской цвет-то вырубали, когда была выставка. Музыка. 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 Знаете, вот если искать какой-то эпиграф к этому явлению или, там, не знаю, художественным эпиграфом к этому явлению, я бы просто назвал песню Гали, чем они хуже гораться. Вы такие нестерпимо ражие И такие в сущности примерные Все томят во сбуре вернисажное Все шатают паводки премьерные Ходите тишайшие внеистовых Веями цензурными Заняньканы Но если не премьер не выставок Десять метров комнатка в Останкине Где улыбкой Стражники Наставники Не сияют Благостно И святочно Но стоит Картина На подрамнике Вот и все А этого Достаточно Дальше Эрика Берет Четыре копии Вот и все И этого Достаточно И наконец Есть магнитофон Системы Яуза И опять-таки Этого Достаточно Картины Можно повесить Где-нибудь В доме И всех Кому интересно Могут туда Прийти По определенным Дням И это Будет Вернисаж Стихи Можно перепечатать На пишущей машинке Дать друзьям и знакомым Которым это интересно А те Если захотят Перепечатывают вновь И дадут своим друзьям и знакомым И это будет издание Или Значит Там Какие-то текста Куджава уже ходили Но прежде всего В магнитофонных записях Да И Значит То есть Возникал какой-то Автономный Независимый От государственной политики Не противостоящий Государству А независимый Что гораздо может быть Хуже для государства Гораздо более болезненно Воспринимал это Чем Какое-то Значит Прямое противостояние Себе Независимый Культурный процесс Собственно Этот Этот процесс Утверждал Не столько свободу Сколько независимость Первым московским изданием Которое было Комнатным тиражом Выпущено Некоторой группой лиц Был Альманах Синтаксис Его редактором Был Александр Гинсбург Молодой Московский Журналист Он тогда работал По-моему В московском Комсомольце Александр Гинсбург Он собрал Разных авторов Собрал их Значит Вместе И к этому делу Присобачил Титульный лист На котором Было написано Синтаксис Поэтический Альманах Дата Еще Было Ужасное Слово Выпуск Первый Вот А внизу Было написано Издатель Александр Гинсбург Казалось бы Что плохого В том Что Собрались Вместе Поэты Напечатали Сборник Что И кого Раздражало В этой Ситуации Раздражало То Что То Что И так Как бы Происходило Декларируется Как Институция Это Не просто Подборка Стихов Это Журнал Альманах Со Своим Названием Он Еще К тому же Претендует На то Что Будет Периодическим Потому что Там написано Выпуск Первый И к тому же Он делается Открыто Это не подпольное Издание Там написано Издатель Александр Гинсбург Это вполне реальная Фигура Это не псевдоним Не аноним Когда не стало Теней Воздух был ровен В смятении Скрылись в тучах Брови домов Чахли над улицами Этажи Путались номеров Дроби Города Дебри Город Не жил Я шел Как всегда За собой Волочать Чувств Голодом Уморенных Волчат Город Был Пуст Николай Катрилев Синтаксис Выпуск Второй 1956 год Можно считать Годом рождения Политического Самоиздата Его ключевой Фигурой В Ленинграде Был револьт Пименов Ну вот Скажем Кружок Пименова Это такой Пограничный Случай На пересечении Кружковой Литературы Подпольной Литературы И Самоиздата В полной Мере Потому что Их тексты Были открыты Для распространения Дальше И распространялись В 1957 году Револьт Пименов Был арестован По обвинению В создании Антисоветской Организации И антисоветской Агитации Арестами Самоиздатчиков Заканчиваются Пятидесятые Шестидесятые С них Начинаются Советский Самоиздат Вступает В свой Золотой Век Но постепенно Создавалась Новая Литература Уже Которая Традиции Самоиздата Использовал Традиции Вот Той поэзии Той прозы Которая была Прервана Большевистским Террором Появился Бродский Который получил Потом Нобелевский Превод И именно Самоиздата Выше Нобелевский Вауриат А совсем Не из Записателей Записателей Традиции 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 Которая была Традиции Традиции Не из Ваурии Традиции В этой среде точно. Это точно. Деяна меня не любила. Эй, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Все наладится, образуется, Так что незачем зря тревожиться. Все безумные образумятся, Все итоги непременно подытожатся. Были громы, гладь, были бедствия. Будут тишь да гладь благоденствия. Ах, благоденствия! Все наладится, образуется, Никаких тревог не останется. И покуда не наказуется, Безнаказанно и мирно будем стариться. Первым сам издатским документом, Который я начал распространять, Это вот эта стенограмма. Стенограмма процессом надолучиво-мбродским. В свое время она произвела на меня Очень сильное впечатление. Я распечатывал, раздавал своим знакомым. Вот с этого началась Моя сам издатская деятельность. Ну и закончилась она, Ну, прервалась, скажем так, На основании статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета РСРСР А 4 мая 1961 года Об усилении борьбы с лицами, Уклоняющимися от общественно полезного труда И ведущими антиобщественным Паразитическим образ жизни Подвергнуть выселению из города Ленинграда Специально отведенной местности Сроком на пик лет. Не хочешь быть человеком? Из города вон! По-моему, с сам издатами Я все-таки соприкоснулся, Когда по Москве ходила Стинограмма процесса над Бродским. Пожалуй, тогда. Это было раньше. То есть я был каким-то старшеклассником. Середина 60-х годов. В феврале 1965 года В Ленинграде прошел процесс Над поэтом Иосифом Бродским. Итогом процесса стало Знаменитое обвинение в тунеядстве. На процесс Среди узкого круга знакомых Бродского Была допущена Фрида Абрамовна Вигдорова. Ее записи заложили фундамент Правозащитного сам издата. Попросила Анна Андреевна Ахматова Свою подругу Фриду Абрамовну Вигдорову Журналиста и педагога, и литератора Съездить на процесс Ее любимого Иосифа В город Ленинград И, значит, Поприсутствовать На этом процессе. Вот она сидит на этом процессе И видит эту пьесу потрясающую, да? И начинает записывать В блокнот. Ей говорят, не записывайте, Она записывает. И получилось... Получился некий текст. Судья, а вообще, Какая ваша специальность? Бродский, поэт. Поэт-переводчик. Судья, а кто это признал, Что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский, никто. А кто причислил меня К роду человеческому? Судья, а вы учились этому? Бродский, чему? Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, Где готовят, где учат? Бродский, я не думал, Что это дается образованием. Судья, а чем же? Бродский, я думаю, Это от Бога. Вот, я даже не знаю, Значит, Фрида Абрауна думала, Что она родоначальница жанра или нет, Когда обрабатывала свои записи И создавала этот текст, И отдавала его знакомым. Он же абсолютно, значит, Лавинообразно пошел по стране. Он просто... В каждом интеллигентном доме Оказывался этот текст. Да не будет дано Умереть мне вдали от тебя В голубиных горах Кривоногому мальчику вторя Да не будет дано И тебе облака торопя В темноте увидать Мои слезы и жалкое горе Пусть меня отпоет Хор воды и небес И гранит Пусть обнимет меня Пусть погротит мой шаг Вспоминая Пусть меня отпоет Пусть меня беглеца осенит Белой ночью твоя Неподвижная слава земная Аукнулась в Ленинграде Откликнулась в Москве В 1965-м Александр Гинсбург Создает так называемую Белую книгу В ней уже сознательно Планируя дальнейшее распространение Он собирает все документы Связанные с процессом Над писателями Синявским И Даниэлем Осмелившимися Вслед за Пастернаком Опубликовать свои произведения На Западе Одного поэта судили За тунеядство Других за слишком Активную деятельность А когда был суд Над Юлием Даниэлем И Андреем Синявским Уже было очевидно Что надо сделать то же самое Что сделала Виктор Ивановна И появилась Вот эта белая книга Александра Гинсбург И потом Это уже стало Я бы сказал Традицией Каждый политический процесс Восстанавливался По памяти Ну вот арестовали Наших друзей Синявского и Даниэля Мы им сочувствуем Вот мы Занимаемся Тем Что распространяем Потом письма Об их защиту Еще до суда Было много письм В их защиту И эти письма Они писались В инстанции какие-то Они писались Там Брежневу В Верховный совет В прокуратуру В какие-то Газеты Но Они перепечатывались На машинке И отправлялись По адресу А Другие Экземпляры Шли в самые знания Составитель Белой книги Александр Гинсбург Был арестован В 1968 году Приговор гласил Пять лет лагерей В которых он Между прочим Встретился Со своими персонажами С Синявским И с Даниэлем Я же говорю Изобретатель ноу-хау Гонорары Исключительно сраками Лагерными сраками Получил Поделить нам бы его нечего Вот том-то и дело В том-то и дело Ни гонораров Максимум Что можно было получить Это срок по 70-й статье Вот и все Максимум 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 Один из анекдотов По сам издате Москва Красная площадь Некоторые разбрасывают Листовки Листовки оказываются Чистыми листами бумаги Человек спрашивает Почему на листовках Ничего не написано А что писать Отвечает разбрасывающий И так все ясно Роль просветителей Трижды выбрасывавших Листовки Взяли на себя Выпускники Ленинградского Технологического Института Валерий Ромкин Сергей Хахаев И Владимир Гаенко Значит Листовки были Ну Первая листовка Насколько я помню И которую мы распространили Вот на слетах туристов Это было Сейчас вот Я честно говорю Сейчас забыл По какому поводу У нас по-моему Даже трижды Это делалось Было это Скорее всего Перед Ноябрьскими праздниками Потому что тогда С выходными Были сложные И студенты В основном уезжали Вот на праздники Вот Это было тогда Не помню Одновременно с этим Или в другой раз Да Распространялись Листовки в университете Там Ну там небольшое Количество их было Это вот Второй случай Распространения листовок Третий случай был В эшелоне Отправляющемся На Церину Дело в том Дело в том Что мы все были На Церине И мы знали Насколько Показательна Сама обстановка На Церине Мы студенты Строительного техникума Очень рады Что мы едем На Церину На уборку урожая И мы даем слово Что мы победим Все институты И техникум Что это действительно Где там социализм Есть ли в этом вообще Говоря Какой-нибудь смысл Экономический В том что делается Насколько там Все это безобразие К 1965 году Виктор Гаенко Валерий Ронкин И Сергей Хахаев Созрели для более крупной Самоиздатовской формы Настало время Политического журнала Они стали Отливать колокол Ну вот Мы решили назвать Колокол все-таки Значит Саму надпись эту Скопировали С Герцновского журнала Вот Значит Мы Начали С 23-го номера Но Не потому Что мы хотели Пустить Пыль в глаза Нашим читателям А потому Что мы хотели Пустить Пыль в глаза Как бы Дело в том Что Когда вышли Якобы Первые 22 Номера Меня в Питере Не было Вот И Сережа Тоже В это время Он ездил На подводной лодке Куда-то там Под Северный полюс Вот Его тоже Не было Большими Кусками В Питере И мы Подумали Что вот Они Какой-то номер Попадется Они На нас Не обратят И там В Колоколе Был раздел Они управляют Россией Первая статья Была Посвящена Косыгину И там Было Прослежено Как Вот 36 Расстрелил Чек И он Поднимался И он Где-то Вот За эти Два Года Стал От Начальника Цеха Ленинградского Завода До Председателя Госплана Прошел Вот Буквально По трупам Это Была Одна Статья А Вторая Статья Была В следующем Номере Посвящена Суслову Как Это Не смешно Сейчас Покажется Да Мы Не потрудились Даже Прочесть Я точно Уголовный Кодекс И когда Мне Следователь Мой Сказал Но Вы же Понимаете От вашей Искренности От того Как Вы Будете Будет Суд Назначать Меру Наказания А Она Этой Статьей Предусмотрена От Шести Месяцев До Семи Лет Я подумал Господи Всего Ты Семь Лет А Причем Разговор Чего Ради Я буду Тут Переднев Искреним В 1968 Центр Политической Активности Несогласных В Москве На этот Год Приходится Наибольшее Количество Петиций В органы Власти С протестами Против Наметившейся Ресталинизации Общественной Жизни Против Процессов Над писателями Советские Войска В Праге 25 Июля 1968 Года Группа Людей Вышла На Красную Площадь С протестами Против Окупации Советскими Войсками Чехословакии Поэт Наталья Горбаневская Толкала Перед Собой Детскую Коляску С прикрепленным Плакатом Отечество В опасности Наши Танки На чужой Земле В этом же 68-м году Она редактирует Первый выпуск Главного проекта Политического Самоиздата Хроники Текущих Событий Хроника Текущих Событий Первый Первый Ее Выпуск Вышел 30-го Апреля 68-го Года Напечатала Его Подготовила Его И напечатала Наташа Горбаневская Передача Было Совещание Где-то На Даче У какого-то Родственника Петра Григорьевича Григоренко Где собрались Лариса Богораз Павел Литвина Петр Григорьевич Наташа Горбаневская Может еще Кто-нибудь Был Кажется Петр Кир И они Решили Что вот они Начнут Издавать Эту хронику Первый Вот номер Хроники Это Было Всего 18 Машинописных Страничек Там были Сообщения Из Москвы Были Сообщения Из Ленинграда И Были Сообщения Из Мордовских Лагерей Где Тогда Содержали Политических 30 апреля 1968 Содержание Процесс Голландского Гинсбурга Добровольского И Ложковой Протесты В связи С процессом Репрессии В связи С протестами Обращение К Будапештскому Совещанию Коммунистических И рабочих Партий Политзаключенные Ленинградский Процесс Арест Валентина Прусакова Год Издания Первый Первоначально Предполагалось Что выходить Она будет Один раз В два месяца Но постепенно В связи С ростом Интереса К этому Изданию И наплывом Информации Хроника Стала выходить Реже На протяжении 15 лет Издателям Хроники Удавалось Не скрываясь Сохранять Конспирацию Парадокс Советской жизни Так вот В пятом номере Наташа Горбаневская Написала Что Если вы хотите Передать Какие-то Какую-то Информацию В Хронику То Передайте Ее тому Кто дал Вам почитать Хронику Он передаст Тому Кто дал Ему Почитать Хронику И так Она отойдет До Редакторов Но только Не пытайтесь Пройти Всю цепочку Сами Чтобы вас Не приняли За стукача И так Люди И делали Сам издат Должен был Уметь Обороняться В качестве Пособия По самообороне Сам издате Печаталась Книга Веньковецкого Как Как вести Себя На допросе В основном Надо говорить Не знаю На чем Попадались Многие Особенно Барышни Барышни Любят Проявить Осведомленность Когда По этому Делу Фонда Солженицына Меня Вызвали В большой Дом То В ходе Допроса Я Отказалась Подписать Протокол И Следователь Усмехнулся Действуйте По Веньковецкому Он Был Совершенно Прав Мы Все Наизусть Знали Брошюру Художника И Литератора Веньковецкого Как Вести Себя На Допросах Через Десять Лет После Возникновения Хроники Появилось Еще одно Издание Которое В своих Бюллетенях Информировало Мир О состоянии Экономики Положения Рабочих В СССР Эти Бюллетени Назывались Бюллетени СМОТа СМОТ Расшифровывается Как Свободное Межпрофессиональное Объединение Трудящихся Главной фигурой В истории Этого явления Был Ростислав Борисович Евдокимов Сын Известного Историка Бориса Евдокимова Чьи статьи Печатались В западных Журналах После Смерти Отца В 79 Году Он Смог Возглавить СМОТ И вдруг Я там Слышу По одному Из Голосов Что В Москве Группа Почему-то Главным образом Питерских Ребят Создала На развалинах Сдохшего В несколько дней Профсоюза Климанова Создала Вот Новый такой Профсоюз Провела Пресс-конференцию Для иностранных Журналистов Некий СМОТ Свободное Межпрофессиональное Объединение Трудящихся Вот это вот Один из сборников СМОТа Который Впоследствии Был издан Ко мне Приходят Две девицы Наташа Лесниченко Наша Питерская Альбинка Якорева И говорят Слав Вот ты знаешь Такое дело Надо чтобы кто-то Выпускал информационный бюллетень У нас активисты есть У нас есть люди Которые разъезжают По всей стране У нас есть люди Которые могут Информацию Добыть Привезти Но у нас нет Людей Которые умеют писать Их всех пересажали Возьмись пожалуйста За это дело Я говорю Как? А что? Я ничего Я ни разу не пробовал Ну ты же умеешь У тебя получится На мое счастье Я тогда уже успел Свести знакомство Со Славой Долининым И знал Что Слава Член Советской Социологической Ассоциации Тогда же В 78 году Появился И наш информационный Бюллетень СМОТа А вот уже В 79 году Появился Реферативный Журнал Самосдата Сумма Почему он появился В это время Он потому и появился Что самосдата Стало так много Изданий Самосдатских Стало так много Что Возникла необходимость Создание Реферативного Журнала Читателю Очень трудно Было охватить Весь спектр Самосдатских Изданий В сумме Реферировалось Более 20 журналов Поиски Континент Вестник РХД Евреи в СССР Синтаксис Посев Хроника текущих событий И другие Журнал печатался Тиражом 20 экземпляров Анонимно И в году 1976 Меня попросили Попечатать кое-что Что я сразу же отметила Как качественно другое Это были совершенно Другие вещи Это были Самые первые Были воспоминания Какой-то СР СССР Ну Меня это очень удивило Печаталось это На сей раз Не для журнала В конце 70-х годов Время разбрасывать камни И время собирать камни Переплелись Задачей сам издата Кроме распространения знания Становится еще и Сохранение его В 78-м году Не без влияния Книги Александра Солженицына Архипелаг ГУЛАГ Показавший Как блистательно Можно работать Даже не имея Доступа Государственным архивам Группа ленинградцев Начала сбор И научную обработку Материалов Воссоздающих Недавнюю историю России Сборник В котором эти материалы Публиковались Назвали Память Редакторами И комментаторами Сборников Были Феликс Перчонок Вениамин Иоффе Арсений Рогинский И другие Это был архив Самиздата Это разные Письма Письма протеста Письма заявления Разные Крымско-татарские Немецкие Еврейского движения За иммиграцию Разные письма Интеллигенции По разным поводам Кроме этого Это разные стихи Которые бродили В Самиздате Не те уже Современные Скорее Вот Прошлых лет Прошлых лет То что выплыло На поверхность В 50-е В 60-е годы Потом мы стали Ходить по квартирам И записывать Какие-то Воспоминания Так потихонечку Потихонечку Полигонечку Из идеи Сохранения Источника Из идеи Сохранения Документа А потом и родилась Идея Что надо Издавать сборник А что собственно Солить Надо издавать сборник Потому что тогда Многие прочтя этот сборник Как думалось Нам начнут Не выкидывать бумаги А сохранять А кого-то он подвигнет А то чтобы Сесть написать воспоминания В наши дни Когда издать И тем более напечатать Можно все что угодно Мы способны И должны по-новому Уже издалека Взглянуть на десятилетия истории Подчас героической Подчас забавной Советского Вольного слова И взгляд этот Сегодня Может быть Неожидан Это вопрос Замездацкая культура Это культура Диалога Это культура Цивилизации Власти Знаете В течение Европейской истории У нас есть Много Революций И во Франции И в Англии В Горландии К сожалению Германии нет Но в России И в других Странах Но Все эти Революции Были кровавые С помощью Замездаца Понятие Революции В Европе Второй половине ХХ века Стало Мирным Поэтому Честом Издать Не только Наша История Но Наши Революции Цивилизировались Мирным Витинг Не разрешен Поэтому Просьба Отойти Повторяйте Повторяйте Дальше 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 Лежал на диване В потолок Плевал Разные Лёгкие Красивые Слова А все Тяжёлые Сплёвывал На пол Но Никому На мозги Не капал Эй! Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Все наладится Образуется Так что Незачем Зря Тревожиться Все безумные Образумятся Все итоги Непременно Подытожатся Были громы Глад Были бедствия Будут тишь Да гладь Благоденствие Ах Благоденствие Но моё знакомство По самоздатам Началось с того Что сначала Я начал Переписывать От руки Просто стихотворения Хлебникова С самоздатом Я впервые соприкоснулся Где-то лет 15-16 Это был самоздат Чисто литературный Поэзия То что Официально не печаталось Но то что представляло Для меня интерес Это поэзия Мандельштама Гумилёва Волошина Цветаевой Ну и других Авторов Которые либо не печатались Совсем Либо печатались Ну в граничных количествах В начале было слово Применительно к истории Советского самоздата Это слово поэтическое Ему внимали по русской традиции Как слову пророческому С конца 50-х годов В Москве У памятника Маяковскому Собирались люди Слушать поэтов И поэты приходили выступать Перед многочисленной аудиторией В Ленинграде В отличие от Москвы Среда для созревания Самоздатовской литературной культуры Была спокойнее Словно течение Невы Здесь не собирались на площадях Здесь сидели в кафе Одно из таких кафе Помещалось на улице Малое Садовое А поэта Малое Садовое Это особенное явление Этот кафетерий Открыл мой Самый старый Литературный друг Андрей Гриворонский Когда я был В лисе и в носу На каникулах В 64-м году Андрей Решил Что нам надо Избрать себе Какое-то место Где мы будем Собираться Причем На Малой Садовой Мы все время Как бы слышали Что якобы Кто-то за нами Смотрит Кто-то нас Снимает Кто-то нас Фотографирует И так далее И мы Всяческие шутки По этому поводу Пускали Но никаких Репрессий Не было Плодородной почвой Для самой Сдаты С конца 50-х Годов Продолжали оставаться Литературное объединение ЛИТО Занятия в ЛИТО Происходили обычно В казенных библиотеках При клубах Институтах Заводах И тому подобное Но В конце концов Встречи перемещались В квартиры В принципе Было понятно Чему Учат На большинстве Этих объединений Вот И что там Можно было услышать И как бы И те кто не вписывался Они искали Какие-то свои пути Либо кучковались вместе Вот Из нашего поколения Либо как бы Они Соответственно Искали Единомышленников Да Одним из важнейших ЛИТО Было объединение При союзе писателей Оттуда Для его участников Было два пути Один В официальную литературу Другой В самый стат При этом Сформулировать закон Управляющий разделением На пути сообщества Этих литераторов Не представлялось Возможно А так Не было никаких Четких критерий Не было Потому что Советская власть И соответствующие Контролирующие органы Сами не очень Понимали Что можно Что нельзя Это делалось В значительной степени На уровне инстинкта Хотя Довольно точного Почему нельзя было Опубликовать Пушкинский дом Битовский Там нет Ничего Антисоветского Но это Они ощущали Что это Чужая Культура Вот чужая Вот на этом Вот этот признак Который Каким-то образом Определялся Так сказать Иррационально В общем даже Свой Чужой Вот тут Это Грани проходила Граница Хотя Были Просто Недоразумения Это еще зависело От Каких-то таких Достаточно Случайных обстоятельств Скажем Кто будет первым Редактором Вот кому попадет Молодой автор Вот Кушнеру Очень повезло Вот Он Попал Как к редактору Там Игоря Кузьмичева Потому что Саша Совершенно так же Как и многие другие Мог остаться Вообще Непечатным Так сказать Поэтом Четыре запрета Мешали авторам Быть опубликованными Запрет на Социально-политическую Критику Эротику Религиозную пропаганду И формалистическую Эстетику При этом Причины По которым Автору можно было Отказать В опубликовании Бывали часто Иррациональными Что сохранило Надежду на то Что все-таки Как-то раз Удастся Проскочить Вот Был Такой Необычайно Активный Человек Прозаик Ну он был Формально Он был переводчиком Китаистом Борис Борисович Вахтин Сын Вера Федоровна Пановой Но он писал Прозу Которая Категорически Не печаталась И ему Принадлежали Две Идеи Вот тут Уже Эти самые Культура Литературных Кружков Так сказать Пересекалась С культурой Сам издата Скажем Было Издано Два Тома Сборника Горожане Это была попытка Которую потом повторил Аксенов с товарищами Вот С метрополем То есть Сделать вид Вывести Так сказать Неформальное Издание На формальный Уровень Горожан Было четверо Сначала Это был Вахтин Ефимов Марамзин И Губин И потом К ним уже Под конец Так примкнул Сережа Довлатов Который был Моложе И только Начинал Тогда Они выпустили Значит Первый Такой том Машинописный Там в четырех Экземплярах И стали Предлагать его Издательство Мы не скрываемся Мы не пишем Там Мы хотим Пожалуйста Вот Вот мы Естественно Ничего из этого не получилось Был выпущен Таким же образом Второй том И тоже Но У Вахтина Было много идей И в частности Он Организовал Вот уже На руинах Значит Литературных Объединений Экспериментальное Объединение Прозаиков Это уже При союзе писателей Семена Брошенные В почву Литературного Сам издата В 60-е В ленинградских Лито В литературных Кафе Дали обильные Всходы В следующие Десятилетия Десятилетия Толстых Литературных И публицистических Журналов Но Толчок всему Дали художники В 1974 Году В Москве Бульдозерами В конце Профсоюзной улицы Была разогнана Выставка Группы художников Получившая Вслед за этим Название Бульдозерной Московский скандал Заставил ленинградское Начальство Быть либеральнее И аналогичную Выставку В Ленинграде Разрешили В ДК Имени Газа Пример живописцев Воодушевил Непечатаемых Писателей Которые Также Предприняли Попытку Прорваться В официальную Культуру В 1975 Году Большая Группа Литераторов Отправила В Союз Писателей Сборник Стихов Под названием Лепта И стали Приносить Вот эти Самые Тексты В огромном Количестве Разобраться В этом Было Достаточно Сложно Надо сказать Но Отобрали 30 человек Сделали Сделали Этот сборник И Ну куда Его предъявлять Значит Решили написать Письмо В Союз Писателей Там страшно Перепугались Вот Не знали Что с нами Делать И Как Сказала Вот тогда Я помню Фразу Юрия Вознесенской Мы их Поздравили Со второй Культурой Возникновение Формулы Вторая Культура Означало Что пути Сам издата Теперь Окончательно Расходятся С государственной Культурой То есть С культурой Первой И нам Не страшен Ни вал Девятый Ни холод Вечной Мерзлоты Ведь мы Ребята Ведь мы Ребята Семидесятой Широты Ведь мы Ребята Ведь мы Ребята Семидесятой Широты А уже Все шло К концу Существования Советской власти Поэтому Восемьдесятые Годы Это Проще Покойнее было Заниматься Антологией Сможи Считали Что это страшилки Какие-то Которые нам Старший Рассказывал Слава сидел В это время Это были не страшилки Но все равно Отчасти Где-то Да нет Меня ГБшник Один пас Очень красиво Хороший ГБшник Да Страшный пас Ну меня После освобождения Последний А я и не боялся А пока В Ленинграде Формируется Свой Особый Скрытый От цензуры Стиль Литературной Жизни Привлекающий На берега Невы И андеграундных Москвичей Понимаете Действительно Очень отличались Даже По образу Жизни И что Московские Самые Сдатчики Эндеграунд Они такие Они Значит Любят покушать Они где-то Работают Кто младшим Редактором Кто еще Ну такие же Контры Как и питерские Но Жены у них Сдобны Румяны Пироги Пекут А питерские Такие От Достоевского От героев От Достоевского Идущие И наверное В этом есть Некий смысл Вообще Считалось Что Москва И Питер Они играли В культурные Противостояния Это такая Была Это была Важная Игра Москва Считалась Местом Более Авангардным С точки Зрения Питерцев Более Таким Профанным И даже Буржуазным С точки Зрения Москвичей Питерцы Были очень Консервативны С установкой На серебряный Век На заштопывание Старых Традиций Мы считали Что Москва Живет Современностью Идет Вперед А Питер Живет В десятых Годах Двадцатого Века Понимаете У вас же В Питере Выходило Пять или шесть Журналов Например Мы туда Приезжали Читали Тексты Я приезжал Пригов Приезжал Виктор Ерофей Приезжал Сорокин Приезжал Вот Но потом Позвали Ребят Вашу Контору И сказали Вы с чего Ребята Мы так Не договаривались Вы пожалуйста Выступайте А это Сволота Пускай в Москве Выступает У себя Это Не наша Компетенция Пожар Способствовал Немало К украшению Неудача С публикацией Альманаха Лепта Подстегнула Литературных Пассионариев На создание Периодических Изданий В одном И том же В 1976 В Ленинграде С интервалом В один месяц Начинают выходить Сразу два Толстых Самиздатовских Журнала Издателем Автором И редактором Первого из них 37 Был поэт Виктор Кривулин И родственник Дикий Уходит с утра Возвращается Ночью Внося Многолюдия Дыхание Денег Чужое Лежалые Белые Книги В мансарду Неправильные Формы Где некуда Вжаться Где стены Горбатые От литографий Пытаются Освободиться На что им Какие-то Бороды И города Без гражданства Иконописные Иноязычные Лица А в Кривульне Кроме всех Прочих Достоинств Была невероятная Социальная Активность Он умудрялся Со всеми Дружить Всех Со всеми Знакомить Сводить В этом же Журнале Насколько я Помню Впервые Появилась Очень Потом Впоследствии Знаменитая Статья Бориса Гройса Которая Называлась Московский Романтический Концептуализм Это такая Была у него Знаменитая Статья Где было Несколько Персоналей В том числе И я Издание 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 Журнала 37 Было Делом Семейным Вместе С Виктором Кривулиным В доме По Курлянской Улице В квартире Номер 37 Давшей Название Журналу Трудилась Его жена Татьяна Горичева Мы жили В большой Квартире Совершенно Нищей С крысами Мокрой И так далее Но нам Было не важно Понимаете В то время Понятия Нищеты Не существовало А если Существовало Только в положительном Плане И вот Мы Всех своих Друзей Которые К нам И так Приходили Каждый день По 20 30 40 Человек Соединили Во-первых Семинары Проводили Ну да Вот на одном Литобеденении Вот сейчас Помню Это кажется Было в ДК Линсовета Мы прочитали Свои стихи С приятелем Нас естественно Оплевали Громко Разбрасывание Какашками Я называл Вот побросались Побросались Потом Подходит ко мне Бородатый человек Говорит Что ты здесь делаешь Но я тоже привык уже Что надо Как-то собраться И ответить Четко Что вот Пришел и делаю Чего-то Чего хочу Чего хочу Да Вот А выяснилось Что как бы Что это Олег Павловский Который был тогда В клубе 81 Он говорит Что давай я тебя К настоящему поэту отвезу Говорит давай Тогда покупай Бутылку водки Пошли Ну значит Купили бутылку водки Пошли Он привел меня К Вите Кривульну Вот так я с Кривульной Познакомился Типично Типично ленинградское явление Связь сам из дата Письменной культуры С семинарами Квартирными собраниями Культурой устной Можно сказать Что содержание Журнала 37 Проговаривалось На религиозно-философском Семинаре Татьяны Горичевой КГБ Которая никогда не имела Дела вот с таким феноменом Ну я бы сказала Чудо Они бы думали Что вначале Это просто какая-то Форма Чтоб скрыть Более серьезные Политические И прочие Коммерческие Так сказать Наши интересы А потом они поняли Что им не понять нас И они решили Что например Я сумасшедшая Была объявлена Моя кличка Там была Кликуша Горичева Кликуша То есть Мне грозил Сумасшедший дом Так часто Мне говорили В КГБ И КГБшник Один тут рыдал Не здесь А в квартире 37 Кричал О чем О каких глупостях Вы говорите Все время Почему нет Ничего того Что мог бы я Записать И передать Какой-то Тертулян Какие-то Каппадокийцы О чем это вообще Что-то чушь Вы мерите здесь Журнал 37 Просуществовал До 1981 Всего вышло 20 номеров Отбор текстов Был строгий Журнал не публиковал Прозаические произведения Только поэзию И статьи По философским проблемам В качестве приложения К журналу Вышли 22 Авторские книги В том числе Известные ныне Поэтессы Елены Шварц Невиданное Для самоздата Явление Журнал «Часы» Был более либеральным В отношении авторов Его издатель Писатель Борис Иванов Считал, что Публиковать надо всех Бой часов Был долгим Журнал просуществовал До 1993 года Вообще Существование Самоздатских журналов Сыграли важную роль В формировании Критики Неофициальной литературы Не будь этих журналов Эта критика Могла бы не появиться Литературная критика Которая рассматривала Именно Неофициальную Непоцензурную литературу Для этого Журналы были необходимы Надо отдать должное Борису Ивановичу Иванову И Борису Астанину Они часы делали Регулярно Часы ходили Как часы Раз в квартал Обязательно выходил номер Объемом от 250 До 350 Страниц Но регулярно Вышло в 80 номеров Плюс 22 тома Приложения Уникальное явление В истории Самоиздата То есть это был Огромный мир Который вот так вот Открылся Самоиздатские журналы Часы Борис Иванович Мне сразу выдал Кучу томов На дом Для домашнего чтения Да я читал На дом На дом На дом У меня было Центрарь 5 Бывая еще жизнь в котельных А вот это да Вот именно В котельных много народа Могло собраться Да Мы там Кстати у нас Даже устраивали Вечера Поэтические Поэтические Да Все должно было быть естественно Ну В принципе По глоточку И поехали А я вот больше был На кухнях Где песенки пели То есть квартирники Вот были квартирники Было много мест Где проводились квартирники Причем как бы Самые разные команды То есть вот И в общем Это было очень интересно Всегда Надоело ходить на работу Каждый день к 9 на работу Я нашел выход Я хочу стать кочегаром 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 Я хочу стать кочегаром Кочегаром Работать сутки Через трой Через трой Через трой Я хочу стать кочегаром 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 Это песня Кочегаром Во второй культуре Было все как в первой Объединения, журналы, рецензии на публикации. Не было литературной премии. И то только одно время. Она, однако, появилась на исходе 70-х, прошла сквозь следующее десятилетие и, обретя уже в 90-х социальный статус, стала одной из самых престижных современных российских литературных премий. Премией Андрея Белого. В серебре хладном зеленые кундалины, черной мебкой кабой. На что там капнуть? Далека Полина, как степь кулундинская, от немногого пламени осталась копнуть. Премия Андрея Белого – это очень интересное явление. Она впервые была вручена в 78-м году, и вручали ее за вход в литературу. Ну, в первую очередь, конечно, в свободную литературу. Любопытно, что когда она задумывалась, никому и в голову не приходило, что это, на самом деле, первая в истории России независимая литературная премия. В материальном выражении эта премия составляла 1 рубль, а также бутылку Белого. Всеусиливающееся брожение в литературном сообществе, потребность влить новое вино в старые меха, вызвало к жизни явление, которое можно назвать, вероятно, последним громким фактом истории литературного самостата. Через год после учреждения премии Андрея Белого в Петербурге, в Москве, группа литераторов во главе с членом Союза писателей Василием Аксеновым создала в количестве 12 экземпляров «Альманах», назвав его «Метрополь». К участию в сборнике Василий Павлович Аксенов пригласил как мэтров отечественной словесности, так и авторов, которым не везло с публикацией. Оформлен «Альманах» был художником Борисом Мессерером. Где-то в начале 1978 года я придумал вот такую идею, идею «Альманаха», который бы показал, что мы дошли вокруг до ручки. Мне хотелось показать, что цензура дошла до абсурда, и сделать «Альманах» из произведений, которые были отвергнуты цензурой. И мы в течение года работали. Довольно, кстати говоря, открыто, не скрываюсь. Просто видим, и КГБ, и Союз писателей не могли себе представить, что мы можем сделать какой-то огромный труд. А этот труд вообще в 40 печатных листов, это огромная книга. Ну вот, потом получилась такая огромная могильная плита, которую мы хотели положить в качестве привет советской литературы. Что касается «Метрополя», потому что вы видите, здесь почти 25 участников, и все абсолютно разные люди и по возрасту, и по устремлениям самим, и даже по письму. Единственное, что все это, все-таки уж извините, высококлассные литераторы, ни один из них никуда не исчез. Тактика метропольцев была та же, что в свое время и у составителей ленинградского альманаха Лепта. Открыто представить сборник в Союз писателей. Напечататься легально. Праздник планировали. Тогда это нам казалось, это Аксенов придумал, что мы снимаем кафе, кафе «Ритм», вот здесь, на Меуссово, значит, так, что мы устроим презентацию альманаха. Вот кладем его, как вот сейчас он лежит, на столе, и с ним все знакомятся, наши приглашенные гости. И, значит, приглашенных наших известных гостей, например, Олега Ефремова, Любимого, вызывали и говорили, что их провоцируют, что это будет антисоветский шабаш какой-то. Нам было прямо сказано, что если это будет, то все будут исключены из Союза писателей. Мы не могли всех подставлять. Мы сами это отменили. Но и власть постаралась тоже, потому что кафе «Ритм» закрыли на какой-то санитарный день. Альманах Топка – это 88-й год. Это уже, ну, правда… Первый номер в 88-м. В 88-м. Ну, там как раз собирали именно акторов кочега. Слава Кищароса. Я там был бы. Тоненький, тоненький. Не только своими мне помогали. Люди творческие искали возможности доведения своих произведений до широкого читателя. И ведь для многих издания самоиздатские, они стимулировали творчество. Слава К lysкаросу. Альманах Томи م Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Седьмой уже кисленький такой. А потом читать, подкладывая белый лист, под папиростную бумагу. Если положить белый лист, тогда читается хорошо, иначе не прочесть. Все наладится, образуется, никаких тревог не останется, и покуда не наказуется, безнаказанно и мирно будем стариться. Меньше знаешь, меньше наследствию расскажешь. Меньше знаешь, крепче спишь. Не знаешь, и хорошо, спокойно жить будешь. Даже допрашивать будут, не сможешь никого продать и влезать. Один из анекдотов о сам издате. Телефонный разговор. Ты уже съел пирог, который я тебе вчера давал, а твоя жена тоже съела? Тогда принеси обратно. Разговор о технологии испечения сам издатовских пирогов следует начинать с Ленинградского технологического института имени Ленсовета. Начало технологических поисков относится к 64-му году, когда группа студентов института изготавливала книгу «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата», в которой говорилось, что никакой диктатуры пролетариата в СССР нет, а есть власть бюрократов. Идея, преступная в контексте государственной идеологии 60-х. Печатали на машинке, на оптиме. Отпечатали. Потом эти листы фотографировали фотоаппаратом ФЭДом с насадочной линзой, чтобы текст был крупнее во весь кадр. Пленку где-то достали микрад, не помню уже. Микрад 300 достался. Поэтому четкость была довольно хорошая. И потом, значит, на фотобумаге печатали обычным способом. При этом были, так сказать, комичные эпизоды. Для нас тогда еще совершенно незнакомый человек был, такой Сережа Машков. Он биолог был. Он пришел как-то на квартиру, где печаталась эта книжка. Он вошел и увидел, что печатают. Посмотрел, значит, что там проявляется в певете. Сказал, вон, наконец-то делом занялись. И сразу же включился в эту работу. Следующим шагом в деятельности Владимира Гаенко, Валерия Ронкина и Сергея Хыхаева была попытка поделиться своими идеями с широкими массами студенчества. Для этого требовались листовки. Для их изготовления пригодилась практика русских дореволюционных подпольщиков. В книге «Мальчик из Уржума», в которой рассказывалось о детстве революционера Сергея Мироновича Кирова, студенты нашли рецепт изготовления гектографа. Воспроизвести его технологам по профессии труда не составил. Гектограф – это желатиновый слой, довольно толстый, на котором отпечатывается лист, написанный специальными чернилами. Если его прокатать по этому желатинному слою, то эти чернила переходят в желатину, и потом можно, прокатывая чистые листы, снимать несколько экземпляров. Надо сказать, что это почему-то не очень хорошо получалось. Поэтому те листовки, которые мы распространяли впоследствии, все-таки печатались на пишущей машинке, хотя это был довольно большой труд. На другом полисе производства нелегальных текстов находились мастера-одиночки. Владимиру Эрлю для опубликования стихов, его собственных, так и друзей, листовки не были нужны. Он делал книги. Главным орудием труда в его деятельности, равно как и в деятельности всех подвижников сам издата, стала пишущая машинка. Создание книги было столь же рафинированным искусством, как и написание текстов к ней. Как издавались книги? Я вот беру испорченный листочек, я на нем что-то печатал. Вот брался листок, складывался вдвое, печаталась первая страница, потом это все переворачивалось, печаталась вторая страница, потом брался другой листочек, также третья страница, переворачивалась четвертая страница и так далее. Потом переходили, я доходил до середины издания, примерно можно было знать весь объем. Оставались одна-две страницы, пустые в конце. И печатали, продолжая, 31-я, 32-я, 33-я, 34-я и так далее. Другое индивидуальное издательство называлось проще – «Бэта». По инициалам его хозяина, редактора и печатника в одном лице – Бориса Тайгина. Сам издательской деятельностью Борис Иванович также начал заниматься с середины 60-х годов. Это было его второе путешествие на поле сам издата. Первое, связанное с изготовлением музыкальных записей, стоило ему нескольких лет свободы. Понимаете, такие листки большие, сейчас они называются А4. Это не годится, это получается амбарная книга. А4, вот он, опечатается вот так, а значит, надо разрезать, а потом уже вот этот целый листик, изображающий обложку. Предварительно надо прошить эти листики в середину, вот эту, и потом подогнать обложку, мазать там, соответственно, клеем, вставляется это, и дальше прошивается, и приклеивается. Вот так делается обложка, соединяется с внутренностью книги. Как Ахматова говорила, из какого мусора создаются стихи, это непредсказуемо совершенно. В данном случае, из какого материала подбираются соответствующие обложки, это тоже непредсказуемо. Качеством я могу занимать первое место, во всяком случае. Кто бы ни печатал на машинке, с любым буду соревноваться, и надеюсь, не проиграю. Правда, в скорости проиграю, потому что я печатал специально одним вот этим пальцем, а не так, как печатал. Тот, кто так печатает на машинке, никогда качества не добьется. Где-нибудь что-нибудь он не так сделает. Или пропуск, или запятушка. Ну, даже профессиональные, это я о профессиональной машинистке говорю. Уж не говоря о любителях, это вообще бесполезно. В истории российской литературы Борису Тойгину обеспечено особое место. Не только в истории сам издата. Николай Рубцов обязан ему своей первой книгой. Рубцова я делал июнь, июль, и кусочек августа. Два с половиной месяца. Он говорит, это мой друг в Петербурге, в Ленинграде тогда. Он говорит, хорошо, Задихевна. Ну, в общем, похвалили книжку, похвалили его стихи, и таким образом он был по приказу зачислен на первый курс, не потеряв учебный год. Это великое дело. Стукнул по карману, не звенит, стукнул по-другому, не слыхать. В коммунизм безоблачный зенит полетели мысли отдыхать. Но очнусь и выйду за порог, и пойду на ветер, на откос о печали пройденных дорог шелестеть остатками волос. Николай Рубцов из сборника «Волны и скалы». «Ленинград», издательство «Бетта», 1962 год. Как ни парадоксально, но с сам издатом у меня связано много ощущений абсолютного счастья. Ну, например, поздний вечер, дитя спит, соседи по коммуналке спят, и я на взятой на прокат машинке печатаю «Круто антисоветские стихи моей подруги». Принесла подруга на листочках разрозненных стихи ее нового знакомого поэта, которые тоже произвели такое впечатление, что я его перепечатала на папиной машинке в маленьком формате, опять, и потом переплела в такую тетрадную обложечку красивую. Ну, экземпляра два, может быть, было этой книжки такой. Очень важный был такой культурологический феномен уже года, как заинтересованные девушки, которые ночами перепечатывали наши стихи. Я бы им когда-нибудь поставил бы такой коллективный памятник. феномен Рядом с памятником девушки-машинистки должен быть поставлен памятник самой пишущей машинке, с которой связаны важнейшие технологические процессы самой стата и вокруг которой часто накалялись страсти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я купила такой драндулет. Вы знаете, это был Мандерлуд, что ли он назывался? Он такой вот, ступеньками такими, там, вот эти, буквы эти были. Ну, это, по-моему, прошлого века, машинка. Весила она пуд. Я ее купила в комиссионном. Значит, чехла у нее не было. Поэтому я ее брала в такую хозяйственную сумку. Сверху закрывала какой-нибудь там пеленочкой, чтобы не было видно, что это машинка, да? И вот этот пуд. Я домой, этот Ундерлуд никогда не попадал. Он всегда был где-то. Значит, я приходила к каким-нибудь знакомым, которые, ну, знали, чем я занимаюсь. Ну, не в смысле конкретно, ну, знали, там, я песню подписываю, с кем я дружу, ну, и подозревали, конечно. В процесс изготовления сам издатовской продукции, особенно политической, должны были быть втянуты люди, непосредственно не имевшие отношения к текстам, но предоставлявшие место, где эти тексты могли быть напечатаны. Удивительным примером такой поддержки являлась Надежда Марковна Улановская, на квартире у которой печатались некоторые выпуски хроники. Значит, 18 мая Ковалев, Великановый и Кадракович должны собрать пресс-конференцию и представить этот вот юбилейный номер хроники, который весь посвящен проблеме крымских татар. Вот. Готовил этот номер Саша Лавут, очень хороший, очень основаченный, такой очень обязательный человек, но очень медленный. И уже вечер 17-го это вот такая вот хроника он мне приносит. Я посмотрела, я в ужас пришла, потому что вот такая вот вся, где рукописная, где на машинке напечатана, где к каким-то очень непонятным, и вся состоит из татарских имен добавок. Ну, только-только мы начали, чуть-чуть напечатали. Заходит Надежда Марковна. И с потрясающим легкомыслем говорит мне, ну, вообще у меня на сегодня гости. Ну, вы не беспокойтесь, я их буду принимать в большой комнате, а вы можете здесь печатать. При том, что эта машинка, по-моему, слышна в другом подъезде, как я по ней стучу, ведь мне же надо хотя бы семь экземпляров отпечатать. Ну, положение безвыходное, надо к завтрашнему дню приготовить, понимаете. Мы сидим, печатаем. И я слышу из этой комнаты, как люди хохочут и говорят, я их узнаю по голосам, потому что это мои знакомые. Я сильно подозреваю, что они слышат, как Саша мне диктует, потому что он же громко говорит, так как я на машинке стучу, нельзя шептать. Когда уже ушли гости, а он все курит и курит, и у меня вот такая вот уже голова, потому что в комнате может топор вешать. Я говорю, Саш, надо открыть окно, иначе я не в состоянии. И вот я бью на этой машинке, и у меня каждый удар отдается в сердце. Я себе представляю, как под окнами ходит кто-то, кто вычисляет, где стучат на машинке, и это очень легко вычислить при открытых оконах. Но невозможно было не работать. И где-то часов 8 утра мы закончили, и Бог милый был. Первый экземпляр, как всегда, уничтожался, потому что по нему легко разыскать пишущую машинку. Все недостатки на первом экземпляре видны, все особенности шрифта. Каждая машинка индивидуальна. По второму, третьему уже значительно сложнее, потому что это прошло через копирку, все это затерлось. Поэтому первый экземпляр уничтожался, копирка уничтожалась, тоже на всякий случай. Когда источником сам издата становились тексты, изданные на западе, то есть являвшиеся там издатом, технология менялась, и пишущая машинка уступала место фотоаппарату. Нам приходилось прибегать к методам сугубо конспиративным. Это и микрофотографирование, то есть не просто фотографирование текстов, а пересъемка, потом уже вторичная пересъемка на высокочувствительной аппаратуре, на высокочувствительную пленку, пересъемка уже с отснятых кадров. фотоаппаратуре. Таким образом, можно было до нескольких страниц уместить на кадре, который, обрезав поля, можно было, скажем, наклеить на твердый конверт и поместить на нем почтовую марку, большую, цветастую, красивую. До сих пор во многих домах сохраняются переснятые тома Солженицына. Наибольшие тиражи выдержал архипелаг ГУЛАГ. У меня дядя был кинорежиссером, и, соответственно, у него была пленка микрад, аппаратура, ну, то есть лампы киловаттные или двухкиловаттные, хороший аппарат, и когда он взял у Револьта Ивановича архипелаг, то мы с ним как-то в одну из ночей собрались у него в мастерскую в его и пересняли. Причем пересъемка мне стоила обожженного плеча из саламка. Ну, и через какое-то время, через год, через два я взял у него эту пленку и в соседней комнате мы с приятелем отпечатали 150 экземпляров. Эта печать длилась, наверное, месяц, оклеена была вся комната с сохнущими этими фотографиями. Клеили на все стеклянные поверхности, и в том числе, ну, конечно, наружу приходилось клеить. Текст высел, да, наружу можно было, в общем, наверное, из дома напротив прочитать. Еще один вариант технологических отношений сам из дата и там из дата показывает история романа Булгакова «Мастер и Маргариты». Как известно, первый роман был напечатан в журнале «Москва» со значительными купюрами. Вы знаете, при первом же прочтении книг у любопытных читателей возникало ощущение, так сказать, каких-то провалов. Ну, если вспомните, там временные интервалы вдруг какие-то там, скажем, меняются, там еще что-то, подозрения были сразу, что что-то там купировано. А где-то там через пару-тройку лет после того, как, ну, мне сейчас трудно вспомнить, когда именно, когда был журнальный вариант уже, так сказать, всеми прочитанный в определенном круге людей, вот общавшихся, так сказать, цитирование Булгакова было как бы нормой поведения, вдруг появилась книжка, изданная, значит, за рубежом итальянским издательством с цитатами, купированными из романа «Мастер и Маргарита». Ну, по легенде, значит, якобы, какая вдова Булгакова продала эти цитаты коммунистическому издательству какому-то итальянскому, а те благополучно перепродали это другому издательству, которое и издало эти цитаты. Я в какой-то момент понял, что надо писать не опубликованные произведения, а не опубликуемые. И у меня был такой период бурного экспериментаторства, когда я делал тексты в виде каких-то коробочек, которые там как-то открывались, закрывались, в виде конвертов, откуда надо было вынимать и разворачивать текст. То есть стал использовать непечатность, так сказать, как эстетический фактор. Вот. А в какой-то момент я вот пришел к такому минималистскому жанру, как картотека, и в этом жанре работал очень долго, лет 20. И потом мне Кривулина со смехом рассказывала. Говорит, приходили, нашли твою стопку этих самых карточек. Долго, говорит, изучали и не взяли. Я говорю, почему же не взяли? Потому что у них в инструкции написано, что сам издет это сброшированные печатные продукции. Они говорят, один еще из них злобный. Почему не сброшированный? И не взял. Вот. Так вот я не попал в архив Градского. ЗВОНОК Кромешной своей занимались работой И две королевы глядели в молчанье Как пальцы копались в бумажной мочали Как жирно листали за книжку и книжку А сам-то король все в очком да в припрыжку Чтоб взглядом не выдать Не дали страница Чтоб рядом не видеть без глаза и лица А пальцы искали К Рамолу К Рамолу А там за стеной Все гоняли Рамону Рамону В 80-е годы появляются новые значительно более эффективные способы печати и размножения текстов В профессиональные круги входит электронно-вычислительная машина предназначавшаяся для обработки данных но опять-таки как известно голь на выдумке хитра Потом появились ИВМ и у них было АЦПУ автоматическое цифровое печатающее устройство Вот на такой ширины листах с дырочками по краям которые так складывались в гармошку можно было печатать текст Правда шрифт там был не очень приятный там буквы были только большие маленькие и большие буквы различия там уже не было Вот Но таким образом я видела изданный большой сборник Высоцкого стихов Вот это уже была такая техника Можно было приходить по вечерам потихоньку набивать там все что хочешь распечатать Но это конечно было не так красиво Вот И потом множить это тоже конечно было довольно муторно Он же медленно печатает Даже на машинке печатать и то быстрее получалось Ты сразу кладешь 10 экземпляров И вот как бьешь так вот 10 экземпляров и получается А тут ты сначала бьешь а потом он тебе распечатывает постепенно До какой степени в то время голова у всех была занята самиздатом могут показать такие эпизоды Еду я в гости Знаю, что нужен автобус до остановки универсам Забыла номер Подхожу к остановке обращаюсь к очереди Скажите, пожалуйста Какой автобус идет до остановки самиздат Люди обернулись ко мне сурово и печально посмотрели на меня и ничего не сказали Сегодня говорить о самиздате можно только в историческом контексте Воспоминания о процессе перепечатывания фотографирования склеивания сшивания сохранения и обнаружения становятся воспоминаниями о радости производства об удовольствии от технологического процесса несмотря на сопряженный с ним риск и опасность Все-таки это было интересно Никто не думал что это будет закат что в 92-м закон о свободе печати и собственно нет смысла уже А сейчас вот я не знаю сейчас вообще супер появилась эта вещь которая я боюсь вытеснит все это живой журнал А-а-а Это все то есть как бы там человек публикует все что хочет опубликовать это могут прочитать всех кто хочет его прочитать Ну так я свое сказал кому-то показал вот и все Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok